О том, что случилось 15 сентября 2015 года, в первой городской больнице Артема знает теперь вся страна. Родственники смертельно больного пациента в порыве безысходности выложили в интернет короткий видеоролик. Так они пытались привлечь внимание к своей беде. Но все пошло совсем не так, как планировалось. Уже месяц к первой городской больнице не зарастает журналистская тропа. Целыми днями здесь дежурили съемочные группы для того, чтобы выведать подробности страшной истории. Такое пристальное внимание прессы вызвал вот этот 20-секундный ролик. А тут человек умирает. Новико ходит, а тут человек умирает. Здорово. И всем все равно. Для чего родные тяжело больного пациента снимали видео, в больнице не понимают. Несмотря на то, что в хирургическое отделение он был доставлен ошибочно, Анатолия Таткалова должны были отправить в кардиологию. Помощь ему была оказана сразу по прибытию. С ним работал и терапевт, и хирург, и реаниматолог. Я жене сразу объяснил в приемном покое, миленько говорю, если я сейчас буквально проколю этот ассит, выпущу, а там было очень много жидкости, то буквально он у вас на глазах умрёт. Она со мной согласилась. То есть у меня проблем с супругой не было в отношении разговора. Ну, в отношении тактики моей, как хирурга, понимаете. С этим согласились и начмед, и реаниматологи, и терапевт. Терапевт лечения назначил сразу же с приемного покоя, всё вводилось в тех дозах, которые были необходимы ему. Да, в реанимацию пациента перевели не сразу, но связано это было с элементарным отсутствием свободного места. Для того, чтобы помочь Анатолию, врачам пришлось подвинуть другого человека. Жена-то заглядывала в дверь сюда, когда глава присел, на несколько минут пока готовились дела все разные наши медицинские, чтобы оказать ему помощь какую-то. Вот жена-заглядывала, говорю, сейчас, сейчас, миленькая, сейчас, вы не думайте, что мы вашего больного бросили или ничего не делаем ему. Потому что работа велась, и освобождалась срочно койка в реанимации, понимаете, куда она попала. Когда заглянула, она ничего не спрашивала? Нет, она только меня спросила. Ну, что, когда там, что ли, сейчас, сейчас, всё ведётся. Ну, естественно, выведила главу в дверной проём. И, собственно, после этого уже? Ну, видимо, я сказала сыну, что глава находится. Они не знали, что глава была у меня. Когда она глянула в дверь, естественно, она увидела его. Ну, и когда проходили, естественно, она с тайной сняли. Я даже сам об этом не знал. Мне сказала моя медсестра, которая нас ввела в кабинет, чтобы оказать помощь. Владимир Новиков в больницу пришёл в свой обеденный перерыв, как простой гражданин. Но общественность сделала свои выводы. Некоторые источники говорили о том, что градоначальник прибыл с проверкой, чем отвлёк большую часть персонала. И это при том, что городские больницы уже не первый год находятся в краевом подчинении. Так, руководствуя странной логикой, визит мэра связали со смертью пациента. Сюжеты и статьи со страшными заголовками появлялись ежедневно, обрастая всё новыми подробностями. Казалось, остановить этот поток не могли уже ни родственники, ни случайные герои события. Точку в этой истории поставил Следственный комитет. После того, как была проведена соответствующая проверка, дело в отношении Владимира Новикова было закрыто. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проведена доследственная проверка по факту неоказания помощи пациенту в Артёмовской городской больнице номер один в связи с визитом мэра города Артёма. Проверка установлена, что причинной связи между посещением медучреждения главой города Артёма Владимиром Новиковым и возможностью врачей оказывать помощь пациенту нет. Тем более, органы следствия не усматривают в действия главы города признаков должностного преступления, поскольку им лишь было реализовано своё право гражданина на обращение за медицинской помощью в лечебное учреждение. При этом им не использовались какие-либо должностные, либо служебные полномочия. Таким образом, по материалам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главы Артёмовского городского округа Владимира Новикова на основании пункта 2, части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за отсутствие в его действиях составов преступлений. Насколько законными были действия того, кто выложил видео в сеть, остаётся вопросом. Но глава округа родных Анатолий Ататкаловов произошедшим не винит. По мнению Владимира Новикова, отвечать должны средства массовой информации. Когда я давал соответствующие комментарии, так сказать, по горячим следам после появления первых материалов, то те телеканалы, которые приходили сюда, ко мне в кабинет, встречали меня на улице. Значит, обещали подать информацию, ну, абсолютно, как бы, справедливую. Когда они отсылали её в Москву, то приходила команда, насколько они говорят, они переписывали информацию. То есть, правда, была неинтересна. К сожалению, к глубочайшему сожалению, я полностью разочаровался в работе центральных средств массовой информации, в том, как они могут честно работать. Вот, и пришёл к выводу, что верить им можно только тогда, когда говорит наш президент, либо наш премьер. Глава округа считает, что данная история может и должна иметь продолжение. Я не готов эту ситуацию отпустить просто так. Если центральные средства массовой информации, федеральные телеканалы, которые откровенную ложь показали, обвинив меня в том, что я не то, что не делал, я даже и не мыслил никогда себе об этом. Если они извинятся передо мной, я думаю, что на этом будет ситуация исчерпана. В противном случае нет. Срока исковой давности по таким делам нет. Поэтому, возможно, будучи главой города во избежание нападок дальнейших на наш город, я и не буду подавать в суд. Возможно. Но после того, как я перестану быть главой города, я обязательно в суд исковое заявление подам. Пускай я буду первым из тех, кто постарается добиться за то, чтобы федеральные СМИ, допустившие нарушения в своей работе по даче в эфир ложной информации, извинились передо мной. Я не помню таких случаев. Говорят, где-то они были. Но я постараюсь этого добиться. Тяжелее всего пришлось семье Таткаловых. Потеряв любимого человека, они оказались в центре скандала, который не дает им спокойно жить. Я, однако, хочу сказать, там хоть был бы губернатор, хоть министр финансов был или министр здравоохранения, он бы тоже попал в этот снимок. Человек должен на своем месте выполнять свой долг. Не мэр же должен обезболивать больного. Согласитесь со мной. Но обвинили-то его в смерти. Господи. Так он до этого еще больной наш лежал в приемном покое три часа. Почему тогда ничего этого не осветила пресса? В данный момент продолжается проверка медперсонала городской больницы номер один. На это время от своих обязанностей отстранен главврач больницы Александр Кондрашкин. Коллеги ждут его возвращения и надеются, что информационный кошмар уже скоро закончится.